Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Итак, Владимир, самое свежее. Сегодня состоялось заседание комиссии Армении и Азербайджана по вопросам демаркации. Скажите, Владимир, какое значение имеют эти контакты в переговорном процессе? Без контактов не бывает переговорного процесса. Я думаю, что стороны могут прямо друг к другу высказать все, что они имеют в качестве претензий, имеют в качестве видения перспективы. И я думаю, что такие контакты и помогают раньше или позже прийти к некоему общему знаменателю. То есть, что зависит от исхода этих заседаний? От исхода этих заседаний зависит образ второй стороны. Без образа второй стороны такие сложные вопросы не решаются вообще. Если стороны придут к выводу, а я надеюсь, что они придут, что заключение армяно-азербайджанского договора никому не угрожает и наоборот является выгодным для обеих сторон, то вполне возможно, что он и будет заключен. Но факт то, что это происходит на политические противоречия, несмотря на политические противоречия между сторонами. Я думаю, что противоречия на данный момент никуда не денутся, их нельзя отодвинуть в сторону, потому что есть требования Азербайджана, которые, очевидно, противоречат видению Армении своей безопасности или своей перспективы безопасности. А сами по себе встречи не решают эти вопросы автоматически, но помогают решить через какое-то время, через какие-то, возможно, и трения, через какие-то проблемы, через какие-то уступки. Но это не означает, что этого не надо делать, потому что вопросы эти, я еще раз скажу, автоматически не решаются. Вот реакция Запада, Владимир. В принципе, титата, согласованные между Ереваном и Баку не должны меняться на данном этапе. Это заявление специального представителя генсека НАТО по Южному Кавказу. Кому оно адресовано? Ну, конечно, в первую очередь Азербайджан. Запад считает, что Азербайджан меняет условия, но это заявления, которые в Баку не воспринимаются как что-то важное. У Баку есть свое видение, и они, насколько это возможно, будут его реализовывать. Что касается заявления НАТО или других западных заявлений, то мы видели, что Азербайджан к этому относится очень индифферентно. А как только Франция, как считают, в Баку вышла за рамки некоего условного нейтралитета, сразу же последовало резкие действия со стороны Баку. А поэтому говорить о том, что Баку будет воспринимать заявление Запада как что-то для себя важное, ну, по-моему, это преувеличение. После Франции сейчас ухудшаются отношения между Берлином и Баку. Вы, наверное, это заметили в эти дни. Надо понимать вообще, что происходит в кулисах, в европейских кулисах по отношению Баку. Я думаю, что здесь ситуация понятна. На Западе считают, что Баку и так добился всего, что нужно, и теперь он должен заключить равноправный договор с Арменией. Баку не собирается заключать равноправный договор с Арменией. Он собирается решить вопрос коридора в Нахичевань тем или иным образом. Сейчас требования Баку заключаются в том, что Армения должна сама согласиться на такой коридор. Что будет, если не удастся достичь результата, мы не будем предполагать. Но на сегодняшний момент Азербайджан вместе с Турцией, которая, безусловно, это все поддерживает, требует, чтобы Армения согласилась. Армения пока не соглашается в вариантах, которые для Баку выгодны. И, конечно, это проблема и для договора, и для сторон, и для перспективы безопасности в регионе. Поэтому, чтобы не говорил Запад, у него нет решения этих проблем. Я не уверен, что оно вообще есть, и что оно простое. Но идти по этому пути, конечно же, нужно. И то, что стороны встречаются, уже положительный момент. Продолжение следует...